Ну что же, здравствуйте, друзья! Мы выходим первым делом в эфир на канале Портнов Блог. В прошлый раз так получилось, я извиняюсь, что эфира прямого не было. Да, вот вроде уже там начало работать. Эфира прямого не было, потому что ребята вели, я в это время вел класс, у меня новая группа началась. И в общем, так вот за административными хлопотами так получилось. Я потом вывесил задним числом ту запись, которая была сделана на нашем компьютере. Ну что же, мы тогда двинемся. Давайте я тут светлый образ изображу. Я имею в виду, о, появилась картиночка. Нет? А чего так картиночка-то? Должна была бы появиться картиночка с моим изображением. А что-то она не появилась. Сейчас мы посмотрим. Может быть мы другую камеру поставим. Да, пожалуйста, пусть будет так. Все, вот картиночка есть. Мы с одной камеры на другую камеру. Там конфликт между скайпом и этим инструментом. Я чувствую, что мы готовы двигаться дальше. Ну и пошли. Значит, запускаем нашу основную трансляцию. Так, запускаем. Так, здравствуйте. Те, кто в эфире. Значит, есть ли у нас зритель? В смысле, слышно ли нас? Так, ну отлично. Да, я вижу, что у нас 156 человек подключились к трансляции. Пока, суть до дела. Звук присутствует. Ну отлично, отлично. Так, я вижу, что у вас на экранах. А, нет. У вас еще нет ничего такого. Хорошо, что я глянул. Вот у вас теперь сейчас будет на экранах тоже. О, появилось. У вас появилось на экранах то, что на экране у меня. У нас уже запущена прямая трансляция на YouTube-канале Портнов Блог. Я не думаю, что там что-то другое люди видят. Но, может быть, они картиночку вот видят, да, с моим изображением. Вот, может быть, не все из вас видят. Ну, в общем, так вот все вроде нормально. Так, что-то тут написали нам в чате. Ну, в чате лучше не писать во время трансляции, поскольку у нас все общение вот тут. Точнее, в чате, вот группы, а не в чате, где просто чат. Ну что же, хорошо. Так, продолжается. Подход масс, нет, 165. Значит, что получилось тут у нас? Получилось, что у меня как бы было, в моем сознании, было два занятия. Одно по Continuous Integration, Continuous Development. Грубо говоря, как делаются релизы, да. А второе занятие, номер 9, у меня планировалось про Software Development Lifecycle, про Agile, поговорить про Scrum, вот про это, про все. Но, как бы, по ходу событий получилось так, что они объединились в одном занятии. Ну, раз уже так произошло, значит, мы тогда, я тут немножко подредактировал, у нас получилось занятие 8-9. Вот. И мы тогда перескакиваем на занятие номер 10, которое идет о поиске работы у нас по тематике. Вот. А потом мы уже на какие-то проекты переключаемся. Вот у нас, видите, дальше пошло. Проект у нас будет веб-приложение, проект у нас будет мобильное приложение. Так, что там дальше? Немножко про автоматизацию мы поговорим. Еще у нас там планировалось занятие по Unix. Я так еще в расписание не внес, но мы хотели по Unix. И вот, наверное, так вот и будет. Значит, где-то, вы считаете, половину курса сегодня прошли. И, ага, еще 10 человек подошли. Ладно. Ну, давайте я тогда, может быть, поставлю уже на запись. И мы начнем с классом нашим работать. Так, все, давайте идем на запись. Старт рекординг. Здравствуйте, друзья. Мы с вами в нашей такой виртуальной студии. И сегодня мы поговорим о поиске работы в США. Я хочу сказать, что у нас тут есть достаточно подробная запись, которая была сделана в предыдущем курсе. Вот на странице portnov.com.ru Там есть урок номер 9 и 10. Последние два урока. Они как раз полностью посвящены вопросам поиска работы. И мы сегодня поглядим на что-то в дополнение к этому. В дополнение. Как бы, чтобы не повторяться. Ничего в принципиальном плане не изменилось за это время. Поэтому пусть там будет то, что есть. А здесь мы добавим новенького. Новенького мы добавим таким образом. У нас есть место, где мы тесты всякие делаем. Сейчас я туда заберусь. Да, portnov.com.ru Как он там у нас? Surveys. Да, surveys. И там есть у меня два теста, два квиза по поиску работы. Один называется JobSearch1, а другой называется ToughInterviewQuestions. Такие тяжелые вопросы на интервью. Значит, мы сделаем и первый сегодня, и второй. Я надеюсь, что мы сможем два сделать как-то. У меня так как-то есть подозрение, что нас хватит на этом. И единственное отличие от обычной работы с квизами будет состоять в том, что я буду сам заполнять. Параллельно комментируем. Хорошо? То есть вы потом можете как бы задним числом тоже пойти и посмотреть, что у вас получится. Но, во всяком случае, я пока что буду заполнять сам. Значит, первый вопрос тут такой. Значит, где вывешивать резюме? Я хочу сразу, как бы, чтобы мы договорились, что поиск работы в США людьми, у которых есть разрешение, и людьми, у которых нет. Значит, это большие две разницы. Большие две разницы. И мы как бы все-таки ориентируемся на тех, кто живет в США, имеет разрешение на работу, и вот тут собирается искать работу. Потому что, если у вас разрешения на работу нет, это совсем другая история, и я не думаю, что человек, который просто наши курсы берет, может вот так пойти и искать работу. Это нужно уже опыт хороший иметь, это нужно иметь образование профильное, и так далее. То есть мы исходим из того, что разрешение на работу есть. Так вот, здесь спрашивается, вот где бы ты, значит, вывесил свое резюме? На самом деле, резюме, это может быть не совсем точно, потому что вывешивается не резюме, а профайл. И к этому профайлу есть еще резюме, как бы, просто прикладывается документ. Поэтому, вот где? Где бы это вот вы делали? И тут предлагается несколько, значит, вариантов. Я вам покажу сейчас такой веб-сайт, может быть, вы знаете, может быть, нет, для тех, кто не знает. Называется Alexa, Alexa.com, и мы в этой Alexa сейчас пойдем в самый-самый-самый низ, вот сюда. Вот Browse, TopSites, и вот тут под ним упрятано. Так, я сейчас запущу ноутпед, и мы будем там вести учет того, что сейчас произойдет. Значит, мы здесь пишем, вот тут, мы пишем тут что-нибудь такое, дай бог, мы пишем Dice, например, да? Dice.com. Вот какой-то сайт. Идем туда, и вот мы видим слева график, это фактически посещаемость. На таких сайтах, как Dice или Monster, посещаемость очень сильно зависит от того, какими суммами они оперируют на рекламу, и в какие моменты времени они их тратят. Вот вы видите, что тут немножко у них убывает. Да, вот за последний год, видимо, эта картинка за год. Вот у них сейчас меньше трафика, немножко. Тут есть два числа. Первое число, это порядковый номер этого сайта в мировом трафике. Значит, в мировом трафике, да, это порядковый номер 6912. В американском трафике, во внутреннем, порядковый номер 1750. Казалось бы, что там такое 1750? Ну, давайте мы возьмем, скажем, Dice. Вот у нас есть Dice. А, не, сори, мы должны написать Dice. И вот у нас порядковый номер 1750. Давайте мы вместо Dice напишем, например, Monster. Да, мы смотрим. Monster. Это на самом деле не только для поисковиков интересно. Это еще интересно и для анализа той компании, например, куда вы идете на интервью, например. Что за сайт? Вот вы их не знаете, а что там? Вот такой интересный, значит, Dice, Monster. Monster.com, да. Что у этих? У этих вот 482. Это существенно. А хотите, я напишу PARTNOV.com. Интересно, что будет PARTNOV. Ну, у нас мы не такие мощные. Ну, тоже 33 тысячи в США, друзья, совсем не так плохо. Обратите внимание, что вот тут вверх поперло. Я думаю, что это вот из-за нашего класса русскоязычного. Потому что я иначе даже не знаю, чем бы это можно было еще объяснить. Вдруг вот так шло, шло, и вдруг как поперло, поперло. Наверное, это вот вы трафик создаете. Хотя он растет. Ну, даже не знаю почему. В общем, вот по факту видно, что растет. Теперь. CareerBuilder. Это тоже все очень мощные, хорошие сайты. CareerBuilder. 1040. Давайте мы занесем в наш протокол. CareerBuilder. 1040. Там, конечно, в нашем этом квизе есть такие, как, например, Indeed. Понимаете, проблема... Нет, ну давайте Indeed тоже посмотрим, почему нет. Но Indeed еще не так страшно. А вот когда, например, начинается, скажем, crackslist какой-нибудь, вот там уже сложнее, потому что crackslist, он ведь не о поиске работы сайт. Нет, не crackslist, мы хотели Indeed, да? Indeed. Indeed. Пожалуйста, номер 54, друзья, как вам нравится? Это же надо так, да? Казалось бы. И, значит, Indeed. Тут есть тонкость тоже с Indeed, не все так просто. Indeed, помимо того, что там свои позиции есть, он еще является агрегатором. Он берет позиции из разных других мест. Поэтому... Ну, ну тоже, он достаточно мощный. Да, достаточно мощный. Тут что-то нам спамят. Так, что там еще у нас было? Indeed, да. LinkedIn мы пока не будем смотреть, потому что, ну, по трафику неинтересно. Это мощные сайты и все такое. Но LinkedIn это не то место, где ищут работу люди, у которых мало опыта. На LinkedIn вы будете королем, так сказать, царем горы, когда у вас будет лет 5 и больше. Вот вас там будут находить, предлагать, и вам уже не понадобится ничего в этой жизни, кроме LinkedIn. Это будет со временем, но вот не сейчас. Крэкслист... Последние годы он теряет популярность. Там все меньше и меньше работ. И как-то вот в этом аспекте крэкслист куда-то уходит. То есть, можно что-то повесить там и все. Прелесть крэкслиста в том, что для того, чтобы найти ваше резюме, не нужно иметь никакой лицензии, платить ничего не нужно. Вот, скажем, если я пойду на крэкслист.org, да, крэкслист.org. Вот у меня выскакивает Сан-Франциско Bay Area. Ну, хорошо. Я говорю, вот вниз иду, резюме. Вот я менеджер, мне нужны резюме. Я говорю, ну, давай мне какой-нибудь там веб-драйвер. Хочу людей, которые с веб-драйвером. Я, может быть, даже так для усугубления напишу вот тут title only. Искать только в названии позиции или там по званию резюме в данном случае. И что у нас получается? Вообще никого нет. Но это правильно. Давайте скажем QA. Вот пусть будет QA в тайтле. Сколько резюме у нас есть? А практически ничего и нет. Вот смотрите. Между 10 марта и 5 апреля на всю, на всю, за всю Кремниевую долину, да, все, что у нас есть тут, сколько их там, 14 человек. Причем там зачастую повторяется. Многие из них вообще к QA особо не относятся. No payment needed. Посмотрите, человек пишет. QA инженер. Бесплатно буду работать. У меня, говорит, 6 лет экспириенса. API, тестинг, веб-API. Я хочу удаленную позицию, чтобы как бы потренировать мои навыки автоматизации. А денег не нужно. Вот в той мере, в какой вы будете мне, поможете мне. Где он находится, мы не знаем. Вообще такой странный, да, запрос. QA тренер-инстрактор. О, как интересно. Что же это он такое? Art G. Это его зовут так, что ли? Так. Мастер из компьютер-сайенс. 18 лет. Тренер-инстрактор. Он мне присылал по имейлу. Да. Ну, странное место, правда, для тренера-инстрактора. Да, там он миллионы людей обучил. Там вообще. Универсал такой. Короче, не так, чтобы такое было. Это говорит о том, что люди не вывешивают. Нет смысла менеджерам там рыться. То есть, оно может и бесплатно. Но нет никого. Вот. Поэтому я хотел сказать, что в сегодняшнем мире, как бы в практическом плане, крэкслист неэффективен. То есть, никто вам не запрещает повесить там ваше резюме, но он просто неэффективен. QA forums. Там запрещено вешать резюме. Это хороший форум. Но там запрещено вешать резюме. Портнов.com. Там даже и места нет для этого. QA Jobs. Так, название аппетитное. Но, в принципе, есть такой сайт. Давайте, может быть, мы глянем, как там у него с трафиком. Я вообще сильно сомневаюсь. Сейчас, где он тут у нас? QA Jobs. Интересно, где больше трафик? На QA Jobs или на Портнов Компьютер Скул? QA Jobs. Но давно-давно-давно я знаю этот сайт. Очень давно. Много лет. А чего? А нету. У них трафика нету. Вот тебе на. Ну, значит, там точно вам искать ничего не надо. А может быть, он уже из бизнеса вышел. Я не уверен. Итак, где же мы, друзья, вывешиваем наше резюме? Ну, безусловно, Monster. Безусловно, Dice. Безусловно, Career Builder. При всем при том, что вроде бы разные тут у них числа выходят. Но Dice является специфически нацеленным на IT. Monster. Там все профессии мыслимые и немыслимые. Career Builder тоже самое. А Monster когда-то поглотил очень мощную контору, которая вполне была бы в этой четверке. Называлась Hot Job. Hot Job. Hot Jobs. Не помню. Вот. Вот они их поглотили. Это было несколько лет назад. И как бы Monster как бы доминирует. Вот. Вот Indeed там, я не знаю, по моим понятиям Indeed довольно помойное место. Кроме того, они торгуют чужими резюме. То есть, вашими резюме они приторговывают. То есть, за доллар можно качнуть там. И, в общем, это как-то небезопасное такое место. Но еще раз. Если вы уже как бы занимаетесь тем, что такую артподготовку ведете, ковровое бомбометание устраиваете, вот это, тогда, конечно, Indeed вам вполне сгодится. Я бы к этому добавил еще пару мест. Значит, одно место это Glassdoor. Glassdoor исторически было таким местом, где люди узнавали вопросы на интервью. Такой, значит, сплетни о компаниях, там, как там работается и так далее. Но последнее время они вот стали еще делать резюме. И вот видите, как они, в смысле, вывешивать работу и сказать, я слышу очень много хороших отзывов о Glassdoor. О том, что там происходит. Но вот у них 79% трафика у них из США. Это неплохо. 79% из США неплохо. Если возьмем Indeed, например, сколько там откуда. Сейчас посмотрим. Indeed. Ну-ка, давайте еще раз глянем, откуда трафик. 54% из США. Понимаете? Вот 79 и 54. Вы видите разницу. Вот. Ну, да. Идем дальше. Значит, Indeed. Да, один это Glassdoor, а второй это есть интересный сайт такой. ZipRecruiter. Они туда много денег кладут. Вот я вижу. И рекламы много. И тоже ребята как бы докладывают, что есть отдача от них хорошая. Может быть, потому что немногие еще про них прослышали. Я даже не знаю. 393. 88% США. Понимаете? И там еще 2% Канада. То есть, свыше 90% это США и Канад. Практически ничего нет там из Индии или там Нигерии. Вот. Поэтому, значит, возвращаемся к нашему списку. Glassdoor. Это один и второй ZipRecruiter. Вот я бы ограничился вот таким списком пока. На сегодня. Ну и плюс вы поняли, как работать с сайтом Alexa, что само по себе уже замечательно. Движемся дальше. Давайте, может быть, я спрошу у вас. Нормальный разговор? То есть, мы так по делу. Есть тема хорошая? Так, значит, у нас мало зрителей в прямом эфире. Вот. А тут у нас... Тут у нас 212 человек. То есть, как бы аудитория есть. Так. Хорошо. Идем дальше. Мы так в прикладном таком ключе. Вот. А эти вещи, они как раз во времени очень-очень меняются. Идем дальше. Я могу, конечно, так, для порядка вот отсюда скопировать вот эти два. И в мой квиз, где он там... Вот сюда поместить other, да? Вот сюда бабах. Значит, пусть там их будет больше. Как бы я так... Квиз заполняю. Ну, не берет. Ладно. Хотел на другую строчку перевести. Как часто нужно свой профайл, значит, освежать? Дело в том, что апдейт, вот этот вот, это чисто техническая процедура. У вас есть какой-то там профайл. Там у вас адрес, дом, улиц там. Ну, какие-то навыки и так далее. Что такое, значит, апдейт? Апдейт, это когда вы пришли и там, например, я не знаю, написано улица L, Камина, Рил. Значит, между Камина и Рил поставили еще один пробел. И нажали кнопочку Сохранить. Вот у вас, значит, time date stamp у вас обновился. Он теперь сегодняшний. Когда будут искать за сегодняшние, сегодня вывешенные профайлы, вы выйдете там наверху в этом профайле. Вот, собственно, вот как это произойдет. Поэтому, да, сегодня вы пришли, поставили пробел, сохранили. Завтра вы пришли, убрали этот пробел и снова сохранили. И вот так у вас все будет получаться. Давайте я вам, может быть, немножко вас развлеку. Я, извиняюсь, немножко нос потек, я sorry. Ну, что теперь делать? Значит, мы пойдем с вами на DICE. Вот я как рекрутер зайду. Зайду как рекрутер и покажу вам что-нибудь такое, чтобы вам интересно было. Давайте мы скажем zip. Ну, пусть будет по всей стране, не будем уточнять. И напишем, например, java. Ну, пусть будет java. Или там java developer. Java developer. Скажем, поиск. Это то, чего вы нигде не увидите. Это я вам показываю как бы с рекрутерской стороны. То есть надо иметь доступ. Вот он говорит, 90 дней. Я говорю, ну давай за 90 дней на java developer. Вот у нас есть 37 тысяч человек. Это не значит, что они все... Это не значит, что они все реально java developer. Но тонкость в том, что в профайле есть 4 зоны. Ну, давайте мы тут напишем. Profile. Profile. Значит, в профайле есть 4 зоны. Значит, первая зона это текущая... Ну, давайте я на русский пейду. Текущая позиция. Должность, да, пусть будет. Должность. Там есть желаемая должность. Там есть навыки. Skills, да. И там есть резюме. Резюме само по себе. Значит, если слово, которое я ищу, просто встретилось в резюме и нигде больше. Допустим, вы работали в Technical Support. И тестировали аппликейшн, написанное на Java. А еще общались с девелоперами, которые у вас в компании. Вы выйдете в этом поиске. Потому что у вас в профайле где-то есть слово developer, есть слово Java. И вот вы выскочили. То есть из них реально Java девелоперов не так много. Ну, не 37 тысяч. Значит, первая фишечка, которую я вам покажу, я отменю вот этот чекбокс. Я его uncheck. Значит, exclude third party candidate. Third party это тот, который себя сам лично не представляет. За него есть кто-то, кто представляет его интересы. Это люди на H1B. Люди на H1B. Соответственно, там было 37 тысяч, да, сколько там? 37, 137. И те, которые H1B по умолчанию отсечены. Теперь, если я говорю, давай этих тоже. 37 тысяч превращается. Ну, я не знаю, но я думаю, будет где-то 80-85. Давайте посмотрим. О, нет. Я недооценил, друзья. Я недооценил. Это ровно втрое больше. Обратите внимание. Ровно втрое. Значит, 37, да, на 3, да. Вот даже вот так примерно. Примерно втрое больше. Друзья, давайте в скайпе вот мне скажите. Впечатляет вообще? Да. Вот пока глазами с вами не увидишь, да, так и не подумаешь. Я вам больше скажу. Значит, эти люди, жесть, вот, жесть, хорошее слово. Значит, эти люди в основном даже не находятся в США. Они получили свои эти H1B и находятся дома, потому что дома это дешевле находиться. И дальше они пытаются найти какой-нибудь проектик. И когда проектик будет, значит, их этот бодишоп, значит, сюда привезет. Это недолго. И они пойдут на проект. Вот они там сидят. А виз H1B для тех, кто хотел бы и мог бы и нужен был, их вот они вот там, вот там все остались. Хорошо. Давайте мы вернемся. Мы люди местные, мы с разрешением на работу, там, сюда. Вы, конечно, да, чего я не сказал. Но среди этих 37 тысяч, которые вы вот тут видите, тоже очень-очень-очень существенный процент, это люди, которым нужна виза H1B, но которые устали от того, что никто не звонит. Соответственно, они нажимают вот ту кнопочку, то есть они помечают себя, как люди, которым не нужен спонсоршек, в надежде на то, что с ними будут разговаривать, а потом в итоге визу эту им сделают. Ну или хотя бы попрактиковаться в английском языке, в конце концов. То есть из этих 37 тысяч, там, может быть, там, хорошо, если 20 или там, может быть, 25, это легитимные такие соискатели, а остальные просто откуда-то взялись. Но вопрос, на который мы отвечаем, это вопрос, как часто нужно апдейт, да, свое резюме, свой профайл. Значит, пошли сюда. И это 90 дней, обратите внимание. 90 дней, вообще ни один рекруктор не будет искать никого за 90 дней, если только это не что-то очень-очень-очень специфическое. Я говорю, ну не надо за 90 дней, давайте поищем за недельку. Вот за недельку среди легитимных сколько? 11 тысяч. Обратите внимание, насколько неделя меньше, чем 90 дней. Правда? Ну то есть, это говорит о том, что люди свои резюме освежают. Правда? Значит, в 90 днях неделя у нас, что там, получается, 13, правильно? 13. А 37 тысяч разделить на 13, это было бы 2 тысячи. А тут-то у нас 11, тут-то у нас, считай, в 6 раз почти, в 5-6 раз больше. Значит, люди свои резюме освежают не просто так. Теперь, давайте вместо 7 дней дадим 1, и 11 тысяч превращаются, ну, в 5. В 5. Вы видите, как по мере приближения, да, к одному дню, значит, у нас, сколько там было, 7 дней, в 7 раз меньше времени, да? И только вдвое меньше резюме. Вот так примерно работает. Поэтому, если вы хотите быть в маленькой такой толпище, да, будьте в маленькой толпище. Апдейт надо делать каждый день. Вот мы, собственно, к этому клонили. Идем дальше. Да, значит, каждый день, вот ответ, каждый день, ключевые слова, которым я использую, ну, это вы должны смотреть на свое резюме, я сейчас не буду. Ну, вот слово QA используем, я не знаю, QA, SQA, тестер, тестинг, тест. Смотрите, здесь небольшой перечень. То есть, на самом деле, ключевых слов намного больше. Это может быть Java, это может быть Selenium, там, и веб-драйвер, это может быть Ruby, это может быть Python, это может быть REST API, и так далее, и так далее. Очень-очень-очень много есть ключевых слов. Это просто, как бы, повод для разговора. Ну, в этом разговоре я бы сказал так, что слово SQA мало чего дает. Это не очень поисковая штука. Не очень поисковая. Например, BlackBox я бы тоже не писал. Вот если ты тестер, и ты пишешь BlackBox, все, что не WhiteBox и не GrayBox, оно по умолчанию GrayBox. Ну, вот я сейчас, давайте, я напишу, там, извините, по умолчанию Black. Ну, вот я напишу Black. Тут еще вопрос возникает, писать с пробелом, без пробела, там, ну, не знаю, BlackBox. Во. И что у меня будет? Ну, давайте QA-то на хотя бы. BlackBox QA. Ну, есть какие-то, ну, вот видите, у него тут почти ничего нет, у него какие-то странные люди. IT-консультант, он вообще даже не QA. Это вообще люди из странных профессий, откуда-то они взялись тут, бог с ними. Поэтому BlackBox не очень работает. SQA тоже не очень работает. Там было 841, здесь вообще 389, понимаете? Это по всей стране, и там они далеко не все вообще тестоват. Вот если я вниз уйду куда-нибудь, тут какие-то будут люди, я не знаю. Да. В общем, это слова ключевые, которым, ой, ускакал, которым много вам не дадут. Вот то, что я хотел сказать. Безусловно, скажем, если вы вообще пишете Selenium, да, уже не поленитесь, сделайте WebDriver тоже, включите. Потому что на Selenium больше резюме, а веб-драйвер резюме гораздо меньше, может быть, вдвое или втрое. Поэтому, если уже ставишь Selenium, так уже напиши веб-драйвер тоже, чтобы где-то попасть в маленькую толпищу тоже. В маленькой толпище легче работу искать. Вот об этом тут разговор. Значит, так. Ну, мы с вами, значит, skills, очень аккуратно надо поработать. ZIP-код никакого отношения не имеет к тому, что вас находят. Вас никто не ищет по ZIP-коду, но просто, когда вы создаете этот профайл, вы ZIP-код указываете в самом-самом начале. Вы можете подумать, что если я в конце потом скажу, что я готов там переехать куда-то, конкретно в Пенсильванию, то меня найдут рекрутеры в Пенсильвании. Не найдут. Для того, чтобы вас нашли рекрутеры в Пенсильвании, вам нужен отдельно стоящий профайл, отдельный, с отдельным там имейлом и так далее. Где вы поставите пенсильванский ZIP-код, и вот тогда они вас найдут в вашем ZIP-коде. Вот так происходит. Summary, например, вы можете туда все резюме скопировать, но Summary не ищется. Это не searchable field и так далее. Идем дальше. Сколько денежки просить? Ну, получается так, что люди, которые начинающие, в основном, они получают, если менее технически, от 25 до 30, если более технически, от 31 до 35. Бывает, что и 20-24, бывает и 35-40, бывает и больше. Но, ну, в основном, это вот так, по всей стране так, примерно, начинающий такой. Начинающий не имеется в виду, что ему 18 лет. Если ему 18 лет, может быть, ему и 15 дадут долларов, там, из City College идет. Если начинающему лет, там, я не знаю, 30-35, и он с высшим образованием и так далее, его либо вообще не возьмут. То есть, на 15 долларов возьмут из City College. А если уже там долларов 30-35, уже хотят с высшим образованием и так далее, вот там, примерно, вы тогда смотрели бы, вот, на эти позиции. Иногда возникает такой вопрос, что вам говорят, сколько ты хочешь? Вы говорите, там, 40 долларов в час, например. Они говорят, а у нас постоянная позиция, у нас не в час, у нас в год. Постоянная позиция, это когда тысячи в год. Есть тонкости, но я бы сейчас не стал туда лезть. В основном, так. Значит, классическая схема рассуждений выглядит так. Люди говорят, в году 50 рабочих недель. Значит, по 40 часов в неделю. Итого, 2000 рабочих часов в год. Это не совсем точно. Рабочих часов в году, может быть, 1920. Вот так. Ну, допустим, условно, грубо. 2000 часов. Если я в час получаю 40 долларов, то в годовом исчислении это будет 80 тысяч. В сегодняшний DICE, например, если вы напишите 40 долларов, он вам автоматом в годичное напишет 80 тысяч. Сам. Умножить на 2000 и туда забросит. В реале, когда вы с кем-то разговариваете, допустим, я ваш работодатель потенциальный. Вы мне говорите, вот я говорю, сколько? Вы говорите, 40 долларов в час. Я говорю, а на постоянке? Вы говорите, 80. Я говорю, ага. Я немножко напрягаюсь. Потому что на постоянке я должен вам, я вам плачу за ваш отпуск. Который вот вы тут не считали. Да, вы не сказали в году 52 недели. Вы сказали в году 50 недель. Правда? Вот. Не 50 же 2. Поэтому эти 2, которые сверху на 50, это я вам заплатить должен. Праздники я вам оплачиваю. Вот эти 3 дня в году это holidays оплачиваемые. Еще 3 дня. Так называемые personal days. Или там, я извиняюсь. Holidays само собой оплачиваемые. Personal days. Sick days. Вы можете 3 дня отсутствовать по болезни и вам оплачено. Personal days. Вам надо что-то там у вас дела. Тещу встретить на вокзале. Значит, это кроме праздников еще. Поэтому он набегает. И я бы сказал так. Да, еще же он вам бенефиты какие-то в этой ситуации платит. Там страховку медицинскую и так далее. Но я даже не буду говорить про человека в моем возрасте. Потому что моя страховка стоит где-то примерно 1000 в месяц. На двоих нам с супругой где-то мы платим 200 в месяц. Но мы правда как предприниматели мы сами ее покупаем. Но дело в том, что если я должен вам купить как предприниматель, так я же за нее плачу. Вот я предприниматель. Я смотрю, сколько вы мне обойдетесь. Вам нужна страховка. И вам 60 лет. Значит, вам 1000 долларов я уже потратил на вашу медицину. Уже все. То есть, вот же она же там есть. Поэтому, ну вы помоложе. Может быть, ваша будет стоить 500 долларов. Вот. А за супругу я половину вам плачу. А вторую половину вы доплачиваете. Но первую половину я же тоже плачу. То есть, вот вы мне уже 750 в месяц стоите. Это же десятка в год. Понимаете? Поэтому, что я хочу сказать. Что если так уже так кругом бегом, то эквивалентом 40 долларов в час будет не 80 тысяч, а может быть там 72, 74, ну 75, ну не 80. Но тут есть, в общем, тонкости всякие. Я просто к чему говорю, чтобы вы немножко, немножко понимали вот ту сторону. Да? Чуть-чуть. Так. Как много резюме надо слать каждый день? Тут что мы выбрали-то? Ну, пусть будет 70. Тут нету 72 или 74. Ну, пусть будет 70. Я так говорю. Поменьше. Как много резюме надо рассылать каждый день? То есть, одно дело, вы повесили резюме, вы профайл, да? Вы его создали. Каждый день ходите, его освежаете. И вам, значит, соответственно, там, ну, люди что-то такое там пишут. Но, помимо этого, вы можете свое резюме отправлять по каким-то конкретным позициям. И вопрос, а сколько? Ну, давайте я вам покажу, как это делается. И вы увидите, значит, dice.com. Я, по-моему, вам показывал. Я уже не помню. Я в нашем англоязычном классе сразу показываю, как там работу искать. Но, sign out. А я тут, окей. Нет, я не хочу быть sign in. А-то он меня выбрасывает. Сейчас. Я хотел еще один сделать. Может быть, в другом браузере. Давайте я другой браузер запущу. Значит, и здесь напишу dice. Вот я просто пришел. Там Вася Иванов пришел. Sign out. Я и здесь... Давайте, господи. Да, уходим мы отсюда. Какой имплойер нафиг? Что они тут мне безобразничают? Так, dice. Я просто Вася. Что вы тут хотите от меня? Вот, Вася. Пришел искать работу. И говорю, значит, advanced search. И вот тут, в названии позиции, именно в названии, job title, я пишу... Ну, я обычно, когда рассказываю, я говорю, вот пришел человек, который, ну, как бы... Плохо, плохо у него все в жизни. Значит, он пишет SQA... Вот ему даже подсказывают, инженер. Ну, он всегда берет, что подсказывает, он же сам не знает. Вот ему SQA, инженер. Хорошо. Где? City, state... Ну, пусть мы напишем zip-код. Пусть это будет у нас тут. 94.0.40. Это Mountain View через дорогу от нас с вами. Значит, Mountain View. Берем за 30 миль. Знаете что? Я возьму 40 миль. Потому что 40 миль включает Сан-Франциско. А 30 миль, как бы так, неуверенно это делает. Пусть будет 40 миль. Теперь. Все виды, все виды найма. Ну, собственно, я-то не буду отмечать, тогда он все берет. Ладно. И за 7 дней, например. Вот давай. За 7 дней, чего у нас есть на SQA Engineer по Кремниевой долине, включая Сан-Франциско. А у нас нет ничего. Обычно бывает одна-две. Знаете? Ну, давайте я уберу слово инженер. Может быть так, оно плохое какое-то. Вот одна позиция есть. Python SQA Test Engineer. Такое ощущение, что они плечевыми словами кодируют. SQA Test. Ну, как-то неумело. Ладно. Давайте я уберу буквку S. Это, собственно, то, что я делал бы в нормальном состоянии. Я просто хотел показать, как нельзя делать. И вот наша одна позиция. Превращается, да? Превращаются брюки. Так, что-нибудь под сотню. Нет? 92. Да. Теперь. Если я QA заменю на Test. Я хочу просто показать, что слово Test не менее важно, чем QA. А может быть даже и более временами. 115. Вы видите, что слово Test процентов там на 20 почти, да? Ценнее. Но что мы говорим? А мы говорим, все, давай, говорим мы. Test давай. Или Test. Или QA. Ну-ка вместе сколько будет, смотрим. Вместе будет 201. А неплохо. Почти нет, почти нет перехлёста. Вы видите, да? Или давай тогда, что ещё? Tester. Tester. То это должность. Ну, давай посмотрим. Tester. 244. А поди плохо. Ещё 20% подвалило. Правильно? Потому что было. А ещё, например, есть слово Tester. Testing. Testing. Да? Так вот напишем. Тоже 12 позиций. Неплохо. 5%. А чё? Чё, она вредила кому? И, конечно, есть хорошее слово Quality. Quality. Так, чего с Quality у нас? Всех вместе 277. Это за неделю. 277 за неделю. Значит, вы можете... Так, он тут... Ага, вот это поисковое... Это URL вот этого места. Я вам сейчас сброшу прямо в чат. Вот, пользуйтесь на здоровье. И вы теперь можете... Вы теперь можете... Менять там и смотреть, где чего происходит. Например, 277 в... Ну, Кремниевая долина. То же самое. Только знаете что? Почему-то он написал 30 миль. Куда-то мои 40 делись. Знаете что? Не, ну давайте всё-таки сделаем 40. Ну, что ж такое-то? Я-то хотел 40. 336. 336. 336. Теперь мы это всё переносим куда-нибудь в... Я не знаю, Лос-Анджелес. Да? Лос... Лос-Анджелес. Бог. И 336 превращается в 170. Друзья, Лос-Анджелес это половина Кремниевой долины. Это неплохо. Учитывая, что людей там раз в 20 меньше, которые работу ищут. А давайте скажем Нью-Йорк. Значит, наши 300... Ну, там скажем, наши 350. Там Лос-Анджелеские 170. В Нью-Йорке 200. Опа-на! Это процентов, считай, там... Сколько? Ну, вы там накинете. 60, да? От Кремниевой долины. Я уже забыл, сколько там было. 340. Вот. Неплохо. Очень неплохо. А что, например, там... Да, вы можете сравнивать разные регионы. Но это то, как вы ищете позиции. Всегда находятся, знаете, люди, которые не в контексте разговора. И они говорят, но там же некоторые, вот они, синьеры. А некоторые вот говорят, вот же этот же менеджер. Да не ищи работу. Вообще не ищи. Ищи повод не искать работу. Ну, правда. Тут, кстати, есть другая вещь. Оно... Ну... Тут еще можно сказать. Not. Да? То есть, чтобы там чего-нибудь не было. Например, чтобы там не было слова senior. Not senior. Ну-ка. Вот. Not senior. Ну-ка, получите... Тут дело в том, что это поле. Когда там слишком много слов, то... Подождите, что-то мне не нравится. Тест. А, окей. Ну, попробуем сейчас. Да, 198 стало, 168. Убрались у нас тут senior. Небезумно много было senior. Да? А хотите, менеджеров уберем. Там. Менеджер. Там что будет? Ну, примерно то же самое. В общем, я просто чему говорю. С этим можно работать. Можно почище там. Еще что-то. Но, во всяком случае, вы видите, как... Как находить позиции, когда ты хочешь их найти. Когда ты не хочешь их найти. Ты берешь поближе к дому. Ты говоришь. Ну, вот там 10 миль, например. И уже вот меньше. Уже не надо столько пересматривать. Можешь сказать, дайте мне не за неделю, а дайте мне только за сегодня. Тоже можете так сделать. Будет еще меньше. Ну, собственно, когда ты ищешь работу постоянно. Ты сидишь и ты сегодня смотришь за сегодня. Завтра смотришь за завтра. Нет смысла там всю неделю смотреть. Будет меньше. Так. Форт Лаудердейл. Ну, гляньте уже, что там. Наберите Майами и посмотрите. Значит, понятно, о чем речь идет. Чистая search engine оптимизация. Конечно. А как им бедным быть? Да. Так и есть. Реально ли найти работу на фрилансе в американских компаниях, находясь в СНГ? Я вам скажу так. Реально, если вы будете понимать, что вы делаете. Если вы пойдете на DICE и будете это искать там, то там этого нет. Там рекрутеры. Понимаете? Рекрутеру не нужен человек, который ищет удаленную работу. Но если вы будете обращаться в компанию напрямую, а вот для этого есть два хороших источника. Один источник это LinkedIn, где вы просто пойдете и найдете много-много компаний, менеджеров, там живых людей, к которым можно непосредственно обратиться и так далее. Конечно. Вот. И открытых позиций там очень много. Второй источник это тот же самый крекс-лист. Давайте мы глянем, где-то у меня был там или я ушел. Вот я пошел на крекс-лист и говорю теперь не резюме, а говорю работы. Работы. И вот в тайтле этой позиции я хочу слово, например, там Java. Пожалуйста. Немного, понимаете? Ну немного. Вот есть какой-то. IS, Java, Oracle, Programmer, Analyst, Senior. Вот есть какая-то компания. А, это... City. Ну это прямо городская, государственная работа. Вот. Но, допустим, вы местные, и вам, у вас все нормально с госработами. 111 тысяч тоже не то, что там, ну в смысле 88, 111. Молодцы. И вы можете, но удаленно же вас не возьмут. Но обычно, когда они там что-то пишут, то там есть контакты. Вот какой-то. Johnny's Java Katati Now Accepting Applications. Подизнай. Ну хорошо. Experienced Coffee Person. А, это Java. Имеется в виду Coffee Java. Ребята, не та Java. Нет. Ха-ха-ха, господи. Java Developer, Intel Contract. Ну, вряд ли на Intel Contract. Это от рекрутера. Junior Java Software Developers. Нам нужно много их. С одним-двумя годами. А кто пишет чего? Вообще не поймешь. Понимаете, обычно компании так не пишут. Это какие-то рекрутеры тоже. Ну, то есть, это показывает, что вот на самом деле крэкслист как бы вымер в этом смысле. Вы можете записать, например, девелопер, да? Вообще не Java, а вообще любой девелопер. Если вы там тестер, например, вам без разницы. Вот вышло побольше. 62 позиции. Вот там, WordPress Developer, Santa Cruz. Ну, пойдем посмотрим. Вот мы пришли. Чего-то они там хотят. Какой-то девелопер. Они строго. Они говорят, ты должен представить, значит, действующий американский номер, телефонный номер. Не хотят они вас, чтобы вы там удаленно. Потому что люди пристают, они вам прям пишут. Не надо. Там, ну, что-нибудь еще. JavaScript Developer. Короче, вы можете ходить, смотреть. Там какие-то люди. Там, где от компании. Идет не от рекрутера, но от компании. Там можно, да. Можно сказать, я хотел бы вот у вас там. Но лучше всего подкатываться на LinkedIn. Потому что LinkedIn такое место, где, ну, как бы профессионал тусуется. Как бы доверие есть. Одно и то же резюме, которое пришло к рекрутеру по e-mail или через LinkedIn. На LinkedIn у вас будет там в пять раз больше внимания. Чем если просто пришло по e-mail. По e-mail много мусора идет. Значит, сколько резюме в день? Я вам показал, что резюме можно поставить много. Если, например, там, допустим, всего было 100. То примерно на половину из этого вы можете посылать резюме. Сейчас я гляну, есть ли там этот вопрос. Ага. Есть еще один такой вопрос, который так звучит, что как знать, да. Там, куда слать, а куда не слать. Своё резюме. Куда слать. Куда слать. Куда слать или не слать. У нас есть такое правило. Которое называется 50% совпадение. Значит, сейчас я правила 50% match. Это значит, что если то, что у вас в резюме хотя бы на 50% соответствует тому, что в объявлении, в позиции, это уже повод посылать. Тут есть еще тонкость некоторая. Дело в том, что если человек на 100% соответствует, то это человек, который не мотивированный, которому ничего не надо. Он ничего не хочет в жизни. Иначе он не возьмет эту позицию. Человек, который хочет расти от позиции к позиции и так далее. Ему нужно то, что называется room to grow. Room to grow. То есть он должен расти. Пространство для роста. Если человек 100% match, то, во-первых, вы его не хотите. Во-вторых, он и сам не возьмет. Если такой, какого вы хотите, он и сам не возьмет. Поэтому найм происходит где-то вот в диапазоне 50-75%. Вот так говорят рекрутеры, которые все время в этом крутятся. Они говорят, 50-75% это то, где реально происходит найм. Многие люди, не понимая этого, они выискивают что-то, где точное-точное совпадение. Чем точнее совпадение, тем меньше шансов. Ну и тоже вот это вот ковровое бомбовидание тоже не нужно. Ну то есть если у тебя никакого повода нет, ну так нет. Понимаете? Потом правило вот этого 50% совпадения помогает нам определиться с тем, сколько же там реально есть возможности. Вот допустим, если было 100 позиций, вот в том поиске широком, да, который я вот тут делал, где я там его делал, в другом браузере делал. Вот тут. Значит, вот тут вышло 107 позиций. И из них, я вам скажу, что на 50 вы можете послать реально. Если вы будете употреблять правило 50% совпадения, то где-то на половину из них вы сможете откликнуться. Я вам еще хочу одну вещь показать, которую вот надо показывать живьем. Значит, смотрите. У нас тут было сколько дней-то мы написали? За 7 дней, да? Или за сколько? 30. Такое ощущение, что все сегодняшние, нет? Ну-ка, давайте поглядим. А, сейчас еще раз. За сколько дней? Нет, сегодняшние не могло быть. Там 7 дней мы говорим. Значит, работы 7 дней. New York. Employment type мы не говорили. Сорвалось у меня здесь. Ну, пусть будет QA. Сейчас допишем. Сейчас допишем. Значит, все-таки 7 дней. Идем. Значит, 7 дней. QA. Ну, пусть будет. Ну, хорошо. QA. Или тест. QA. Или. Или тест. Для того, что я хочу продемонстрировать, все они нужны. Вот смотрим. Значит, за 7 дней у нас было 122 позиции. Это хорошо. Теперь давайте посмотрим из 122 позиций. За один день я, к сожалению, не могу сделать. Но я могу их отсортировать. Отсортировать. Ага, по дате. Вот они. Отсортировал по дате. Из 122. Смотрим. Это все сегодняшние. 39 минут. 40 минут. Вообще свеженькие. Свежак. Мы ищем 24 часа. На одной странице их 20. Значит, 20 были сегодня. Это все 5 часов, 6 часов, 8 часов, 22 часа. Ага. Значит так. Сколько было один день? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, 7 мы выкидываем. Остается, значит, 40 минус 7. 37. 37 умножить на 7. Было бы в два раза больше, чем то, что у нас есть. Понятно, да? Значит, у нас есть 37. Значит, 37 из 122. Ну, примерно треть пришла сегодня. Не одна седьмая, а одна треть пришла сегодня. Понимаете, как получается? Вот. О чем это говорит? Значит, если вы пришли и у вас было там за неделю 122 позиции, это не значит, что у вас поделить на 7, значит, в день получается там сколько? Да нет, 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 нет. Совсем даже нет. Это значит, что у вас в день 37. Это значит, что если вы каждый день будете это делать, то, да, сегодня четверг, друзья. Четверг это не то же самое, что, скажем, понедельник или вторник. Завтра будет еще меньше. Поэтому, скажем, в понедельник это было бы там не 37 за один день, а было бы, может быть, там 57 за один день. Вообще половина всего была бы за один день. Поэтому очень важно искать вот так по одному дню смотреть, потому что тогда у вас будет больше возможности послать резюме. То есть, реально, если вы смотрите на то, сколько новых позиций появилось за неделю, новых, вы видите сейчас, сколько воды осталось в бассейне, после того, что часть втекла в бассейн, и часть утекла из бассейна. А если вы будете смотреть на ту трубу, по которой в бассейн втекает, то у вас будет не 122 оставшихся, а у вас, может быть, будет 250, которые втекали. Вот такая философия. Поэтому позиций гораздо больше, чем может показаться. И, безусловно, они повторяются так же, как вы свои резюме, значит, свои профайлы каждый день апдейт им делаете. То же самое многие рекрутеры делают со своими позициями. А как же? И там будет много такого всякого мусорного, но в итоге вы получите доступ к потоку, к свежей струе. Вот такой процесс происходит. Значит, если вы хотите, чтобы рынок играл по вашим правилам, этого не будет. Значит, мы учимся оперировать эффективно на том рынке, который есть. И это не сложно. Это не требует, знаете, интеллекта какого-то сверхвысокого. Это требует, ну, просто здравого смысла, житейского. Надо принять то, что есть, и научиться пользоваться. А не жаловаться, что все козлы, там, идиоты, рынок такой, это всякой, звонят неизвестно что, почему-то. Ну, конечно, есть сигнал и есть шум. Я вам даю фильтр, с которым вы можете встать и получать чистый, более-менее чистый сигнал. Сигнал никогда не бывает стопроцентно чистым. Но одно дело, у вас есть мощный фильтр, а другое дело, вы встали с корзиной вместо фильтра в том месте, где сигнала вообще нет и не было никогда, и не будет. И жалуетесь о том, что что-то вот не ловится рыбка. Так не было там рыбки. Чего ты встал-то здесь? Это не та труба, здесь отходы сливают. С химпроизводства. Тут нет рыбы. Понимаете, да? Вот, поэтому мы с вами так движемся вот в том направлении, в каком, если вы хотите двигаться, значит, неплохо двигаться. Сколько резюме в день? Я вообще говорю, знаете, я так, как максималист. Я говорю, 50 можно поставить, легко можно набрать на 50. У вас же не только DICE, у вас еще Monster, у вас Career Builder. Правда? У вас, в конце концов, Indeed и Glassdoor. И там, еще слава богу, и LinkedIn тот же самый, там тоже есть позиции и так далее. Но вопрос в том, что у вас времени не хватит. Поэтому, если б, ах, друзья, если б можно было посылать 50 резюме в день. Но если хотя бы 20 вы сможете, да, уже большое дело. Уже большое дело. Но философия другая. Одно дело они ищут и находят вас. А другое дело они не ищут. Они говорят, ну-ка, кто нам пришлет сейчас? И дальше вы оказываетесь в большой-большой толпище. И в этой толпище масса людей, которые вообще ни ухом, ни рылом, ни сбоку, ни... Ну, никак. Но у них в резюме там по 7 лет опыта написано. Они где-то его списали. И что-то такое происходит. Очень много мусора. Но часть этого мусора выглядит так солидно. Я как-то раз шел с супругом. Мы только-только приехали. Это было там 27 лет назад. Мы шли по Сан-Франциско, по даунтауну. И навстречу нам шел такой африканец. Он шел... У него была трость. Он был так одет. Вот у него цилиндр был на голове. И такой как бы фраг. И он так не спеша шел. Так помахивая этой тростью. Он так чинно шел. И посматривал по сторонам. Так вот он такой был. И он шел навстречу нам. Когда он с нами поравнялся. Мы почувствовали такой резкий, нехороший запах. Обернулись. Он уже был у нас за спиной. Мы обернулись. И посмотрели ему вслед. Так вот спины от этих фраков там у него не было. У него была абсолютная голая спина в майке. Такой, знаете. Как в Советском Союзе носили. Вот такая была майка, трусы. А весь этот фраг у него был только спереди. Понимаете. Вот на рынке очень много людей в таких фраках ходит. И когда вы свое резюме шлете, оно может затеряться там. Между вот этими с тросточкой. Поэтому, конечно, очень здорово, когда вас находят. Но надо делать и то, и другое. Вы не можете сказать, это делаю, то не делаю. Вы делаете все. Самый сложный поиск работы, это первый. Когда у тебя уже пошел опыт, к нему опять опыт, снова опыт. Тогда уже опыт вас находит. Вы там на LinkedIn скажете, интересуюсь. И тут же к вам посыпятся и менеджеры, и там, и рекрутеры, и так далее. И всем нужно. И именно вас. Знаете, пока это не произошло, значит, надо научиться пользоваться рынком. Преимущество контрактных позиций. Есть люди, которые, знаете, у них предвзятое отношение к контрактам. Они хотят постоянную позицию. У них вот эта вот, знаете, психология жертвы. То есть, ему-то хочется защищенности. Он не в состоянии такого агрессивного захвата территории. А он в состоянии удержания того, чего еще не получил. И вот он, значит, говорит, вот я хочу постоянную работу, чтобы были бенефиты, чтобы там такая компания, где нет увольнений. У них вот еще такое, знаете, есть поверье, что в больших компаниях нет увольнений. Вот Oracle ему хочется, там, Google, Microsoft, там еще еда бесплатная и так далее. То есть, такие как бы... Каждый из нас, друзья, каждый из нас оказывался в ситуации, когда хочется какой-то защищенности. Я не смеюсь над этими людьми никак. Но я просто хочу сказать, что при этом надо сохранять как бы адекватное восприятие реальности. И то, что тебе хочется, это не обязательно то, что вот есть прямо сейчас. Но в трехмесячных контрактах, шестимесячных, три-шесть месяцев это название контракта. Это мало связано с его реальной продолжительностью. Вот пишут там в объявлении 3-6. Это просто... Рассматривать это как название. Из 3-6 месяцев контрактов, там, половина закончится предложением постоянной позиции прямо там. Значит, вторая половина, ну не половина, может быть, там, но существенная часть продлится год-полтора, там, может быть, больше. Какая-то часть оборвется, там, через 2 недели и так далее. То есть, это не продолжительность контракта. Это просто название такое. Вот я бы так советовал воспринимать. Значит, очень много пользы от этих контрактов, особенно, когда ты в начале. Контракт не заставляет тебя как-то психологически сидеть там долго. Подучился, хватанул, побежал дальше. Если вы, допустим, были на контракте, я не знаю, допустим, у вас контракт 25 долларов в час. Так не бог весть, что 25 долларов в час. Но это же лучше, чем ждать неизвестно чего и когда упадет. Упал контракт, взяли. Поработал 3-4 месяца, пошел на рынок. Ну, ты же не хочешь снова 25, ты же поработал, но ты легко находишь что-то между 30 и 35. Если ты не дожидался конца контракта, потому что когда ты уже без контракта, когда ты на рынке и снова как бы на работу не ходишь, твои требования снижаются. Одно дело, я работаю, меня надо переманить, мне нужно накинуть. Другое дело, я между работами, тогда у меня вот это вот негашейтинг пауэр, у меня меньше, да, то есть я барганинг пауэр. Так вот, тут нахватался, там нахватался, с людьми познакомился, значит, нетворк твой растет. Проходит пару лет, и ты уже забыл, что такое Dice, Monster, Career Builder. Тебе звонят ребята, которые там всюду и всюду нанимают, и желательно своих, которые знают, так сказать, по жизни и так далее, и так далее. И вот в контрактах есть очень много положительного. Значит, ты действительно быстрее растешь профессионально. Хотя, может быть, конечно, некоторые постоянные работы позволяют достичь определенной глубины, которой не достигнешь на контрактах. Это бывает. Это есть какой-то процент таких работ тоже. Тебе предложат больше денег в конце контракта, но не через три месяца. Начиная от шести месяцев и больше, вам могут немножко, ключевое слово, немножко, накинуть. Если у вас было 30 долларов в час, вам скажут, ну, 32.50. Вам не дадут 40. 40 вы получите на рынке, когда пойдете на рынок. А если вы хотите там же сидеть, будет 32.50. Не надо торговаться с этими людьми за больше денег. У них просто нету больше вам дать. Если вы хотите больше денег, двигайте на рынок и там возьмете все, что ваше. Можно оставаться на контракте сколько хочешь. Нет. Это не только от вас зависит. Ты получишь медицинские всякие бенефиты и оплаченный отпуск. Зависит. Иногда да. Иногда да. Это может быть вполне, так сказать, возможным. Профессиональный нетворк более такой интенсивный. Конечно. Не нетворк, а процесс нетворки. Да. Более интенсивный. Конечно. Ты знаешь больше людей. Компания быстрее нанимает. Это правда. Они решения принимают. Вот прям сегодня. Сегодня интервью до дома не доехал. Уже офферы у тебя там на телефоне позвонили. Сплошь и рядом. На постоянную позицию больше времени уходит. Как правило. В среднем. В среднем. Мы не обобщаем. Будешь зарабатывать больше денег относительно постоянной позиции. Это правда. Я вам сейчас объясню, что с деньгами происходит. Мани. Да. Значит, в мани. Денежки и контракт. Допустим, у нас есть контракт. 12 месяцев. Да. 12 месяцев контракт. И платят там, например, я не знаю, 40 долларов в час. Напишем там 40. По-английски у нас идет, да? По-английски это per hour. 40 долларов в час. Теперь. Значит, идем дальше. Представьте себе, что контракт 6 месяцев. Тот же самый контракт, но 6. Дадут ли вам денег больше? Ну, может быть. Может быть, будет те же 40, но если больше, то немного. Ну, пусть будет 42. Так. Почему? Потому что вы как контрактор, обычно это люди принципиально, которые хотят быть на контрактах. Вы как контракторы должны получить где-то деньги за время между контрактами. Правда? Между контрактами же никто не платит. В пути к коммунизму. Кормить никто не обещал, правильно? На пути. Только когда уже на место пришел, ну, пусть будет 42. Если этот контракт на 3 месяца, то у нанимающего серьезная проблема. Никто не хочет 3 месяца. Ну, то есть, на 20 долларов там кого-нибудь из, я не знаю, самоучку или там из City College ребенка взять. Или там из Pornow Computer School там кто-нибудь недоучился. Значит, конечно. Но, то есть, он с удовольствием побежит. Но неважно уже какой опыт. Понимаете? Ну, пошел и взял, и он понимает, зачем он берет 3 месяца. Но тот, который уже немножко с опытом, или тот, который уже был на 3 месяца, он не хочет больше на 3 месяца. Тот же самый из Pornow Computer School, который 3 месяца уже где-то был, на 20 долларов, допустим. Он уже не хочет ни 3 месяца, ни 20. Ну, или пусть будет 3 месяца, но тогда уже 35. Правда? Поэтому у нас серьезная проблема. И мы говорим, ну, хорошо, там, 48. Не потому что что-то, но потому что просто людей нет, желающих нет. А представьте себе, они выходят и говорят, один месяц. Один месяц. И так бывает тоже. И никто не хочет один месяц. Ну, вообще никто не хочет один месяц. Они могут дать 60 долларов, могут дать. А могут 75 дать. Ну, потому что нужно на месяц. Да, кстати, большинство одномесячных контрактов продолжаются гораздо дольше, чем один месяц. Это кажется, что один месяц. Это тоже можно рассматривать как название. Один месяц может быть и 3, и 6, и через там 3 месяца постоянная позиция. Это тоже бывает, зависит от очень многих обстоятельств, непредсказуемых заранее. На эту тему лучше не спекулировать. Но это часто бывает так. Есть вероятность, и немалая, что это продлится. Вот примерно так. Про денежку поговорили. Значит так, народ, мы пока примерно в порядке? Что с налогами? Ну, как с налогами? Вам дают деньги. И одновременно, обычно одновременно отчисляют налоги. Опа-на! А что произошло-то у меня тут? Ренат! Ренат! Опа-на! Да, слушайте. Что-то я... Вы не писаете, что тут было? Все отключилось, нафиг. Так. Мы в трансляции, давайте посмотрим, что у нас происходит. Так. У нас процесс идет, да? Ребят, вопрос. Все идет? Все в порядке? А, хорошо. У меня экран стал серым. Я такого вообще в жизни не видел никогда. А перестартовал монитор, и оказалось, что хорошо. Ну, ладно. А то я уже вот админа звал. А он и не пришел. Видите, как бывает. Ладно. Возвращаемся к нашим делам. Господи, на чем же мы остановились-то? Так, народ, на чем мы остановились? Быстренько напомните. А то так я разволновался. Разволновался. Налоги. А. Ну да. Значит, есть две формы уплаты налогов. Есть такой формат. Налоги, да? Налоги. Есть такой формат, называется W2. W2. Это когда... Обычно вот permanent employees, они вот так платят. Это когда деньги идут... Часть денег одновременно. Это происходит одновременно. Одновременно. Чек вам и чек дяди Сэму. Одновременно вам и в налоги. То есть, компания, которая делает расчеты, она удерживает с вас, и вы получаете за вычетом налогов. Значит, имейте в виду, что по закону, по закону, если вы работаете консультантом от какого-нибудь бодишопа, консалтинга, там, что-то, где-то и так далее, вам обязаны платить W2. Вам обязаны платить W2, и это закон. Но есть люди, которые нарушают. Одни нарушают, потому что дурные, другие нарушают просто по безграмотности. За это наказывают, штрафуют периодически и так далее. Значит, они платят по форме 1099. 1099 это так называемый Independent Contractor. Я не хочу глубоко сейчас лезть в эту сторону, но там история такая. Uncle Sam не любит, чтобы вам платили как Independent Contractor, потому что Independent Contractor получил все деньги, положил их в карман, и раз в три месяца, раз в квартал, он должен отчитаться по налогам. Он может и раз в год это сделать тоже, в общем-то. То есть, положено раз в квартал, но там в разных обстоятельствах. В принципе, многие раз в год делают. Но и вот раз в год или раз в квартал, он считает, сколько он должен, и платит. Значит, Uncle Sam говорит таким образом. Нам есть два десятка критериев, которые должны быть выполнены, чтобы квалифицироваться как Independent Contractor. Например, вы должны приходить в то время, когда вы работаете, а не я вам назначаю. Вы приходите со своим инструментом. Вы должны, кроме меня, иметь еще где-то клиентов других и так далее. Если вы приходите в мой офис и работаете по моему расписанию, еще и на моем компьютере и так далее, никаких, ну, то есть, просто это уже запредельное нарушение закона платить вам 1099. Еще раз, я почему об этом говорю, это часто происходит. Маленькие консалтеры, они тут сэкономили, там сэкономили, там еще чего-то и так далее. И, значит, но ничего страшного, если вам заплатят так, ничего страшного. Через три месяца уйдете в какое-нибудь другое место и будете с нормальными людьми работать. Ничего страшного нет. Но раз вы спросили про налоги, значит, когда вам платят деньги, предполагают, здесь чистыми не платят, только за наркотики. Поэтому, значит, соответственно, налоги подразумеваются, да. Когда говорят про зарплату, то имеют в виду зарплату до налогов. Многие резюме проходят какой-то там софтвер, и там нужно как можно больше процент чего-то. Я не знаю, значит, есть процессы там механической обработки, это правда, но... Мы имеем дело с тем, на что мы можем повлиять. Поэтому, ну вот так получается, я не знаю. По всей стране у нас где-то 500 человек студентов локально на кампусе, и еще где-то 500 в онлайне. Примерно 1000 человек в год. Мы наблюдаем, как эта вся система функционирует по всей стране. Онлайн-класс у нас появился с 2011 года, в мае будет вот сейчас 7 лет. А школа существует с 1994. С 1994 года мы все это наблюдаем. Правда, в 1994 еще не было интернета, не было DICE и так далее, но довольно быстро появилось. Поэтому, что тут сказать? Значит, чего можем, на то влияем. Правда? Как бы так. Из опыта. Чисто из опыта. Так, а куда мы тут... Куда вопрос-то мы подевались, я не понял. Так, ну-ка смотрим. Что-то здесь не то, правда? Вообще интересная картинка. Common interview questions. А что это? Так. Нет, ну правда, я не понимаю. Где мой квиз? Раз, два, три, четыре, пять. Вы знаете что? Мой квиз куда-то ускакал. А, нет, вот он. Только здесь что-то пропали. Я понял. Пропали те выборы, которые я делал. Ага. Так, значит, как много резюме. Поговорили. Какие прелести в контрактах трехмесячных, там так далее. Ну, поговорили. Значит. Идем дальше. Тут осталось еще две позиции. Значит. Чего спросить на интервью? Понимаете, есть такой момент, когда ты пришел, и тебе говорят, вопросы есть. Обычно это в конце происходит. В прошлом заходе, в одиннадцатом году, в двенадцатом, я тоже на эту тему там рассуждал. И у меня даже отдельное видео есть, я там из него нарезал. Какие вопросы надо задавать на интервью? Какие вопросы мы задаем? Там много-много тысяч просмотров. И это вошло в народ. Люди мне пишут, там, из Питера, из Харькова, как вот они пришли на интервью. Их спрашивают, вопросы есть, и они говорят, как вы видите идеального кандидата? Это то, что я советовал там. Значит. И вот в Харькове молодому человеку менеджер говорит, о, говорит, там Портнова смотришь. Вот. А в Питере, там, говорят, надо же, три человека сегодня пришли, говорит, все три этот вопрос, говорит, задают, как сговорились. Понимаете? Вот. Это вопрос и известный. Но тут вопрос вот в чем. Значит. Философский, как бы. Что мы хотим, чтобы было понятно. Философский, вы хотите, чтобы эти люди вас запомнили в хорошем смысле. Вы хотите выделиться из толпы. Это то, как человек получает работу там, где есть какая-то конкуренция за эту работу. Надо выделиться из толпы какой-то неординарностью. Чем-то таким, что заставляет людей задуматься. И дело не в том, чтобы там повторить какую-то формулировку. А надо ей как бы соответствовать тоже. Значит. Вот у нас тут был вот тот вопрос, о котором я говорил. Значит. Вот. Как бы вы там определили идеального кандидата. Вы можете по-другому сказать. Вы можете сказать. Вот. Допустим. Вы разговариваете. У вас есть одна позиция и пять человек. И вроде все пять в состоянии выполнять эту работу. Как вы будете выбирать одного из пяти? Это тот же самый вопрос. Понимаете? Какое это определение идеального кандидата? И мне там несколько раз люди говорили. Они с какими-то, ну, скажем так, недалекими беседовали. И те недалекие им говорят. А у нас вот в job description все написано. Я говорю. Для недалеких надо вопрос переформулировать. И сказать. Ну, хорошо. Вот у тебя есть job description. Пришли пять человек. Все пять идеально соответствуют job description. Как ты будешь выбирать одного из пяти, которые в состоянии делать работу? Или в данном случае идеально соответствуют job description? Выбирать ты как будешь? Понимаете? Они могут... Если человек совсем плохой, он может вас за это не полюбить. Потому что вы ему поставили сложный вопрос, а у него в голове нет ответа. Ни на этот вопрос, ни на какие. Конечно, ну, так вам с такими лучше не работать. А другие скажут. О, какой попался, смотри, интересный. Слушай, а действительно? Там пошли, там обсуждали. Вы заставили их задуматься, как бы, да? И так далее. Значит, это шикарный вопрос. Значит, дальше вы говорите. Да, вопрос, как скоро вы хотите, чтобы я начал, приступил к исполнению обязанностей? Абсолютный неадекват. Полный, патологический неадекват. В job offer там пишут, что мы вот вам предлагаем работу. И там пишется, на какую сумму. И пишется, с какого числа начинать. Если вам никто не предложил работу, то нет вопроса, как скоро надо начинать. Тем более, лично вам. Понимаете? Это не было вопроса. Если вы будете такой вопрос задавать, это красный флаг, просто в него можно замотаться. Такого размера красный флаг. Вот хороший вопрос. Какие у вас вообще типичные проблемы, так сказать, наиболее часто встречающие? С чем приходится иметь дело постоянно? Почему этот вопрос хороший? Потому что он... Я извиняюсь. Потому что он позволяет вам представить себя как решение. Понимаете? Вот они нанимают человека, который берет на себя проблему и решает. Никто не нанимает проблему. Все нанимают решение. И вы как бы... У них есть какая-то головная боль. И вы говорите, а какая у вас головная боль? С чем мы имеем дело? Он говорит, вот это, это, это. С тест документации проблемы с этим. Вы говорите, слушайте. Так дайте мне. Давайте я вам расскажу, как я это делал вот на том проекте. И они говорят, слава богу, пришел человек, ему можно на него скинуть. Понимаете, проблема в чем? Берешь человека и еще сам продолжаешь делать работу. Вот как два холостяка там встречаются, один давно не виделся, один говорит, так ты что, говорит, женился или до сих пор сам носки свои стираешь? Он говорит, а вот и то, и другое. Понимаете? И вот так, вроде и взял его, и сам носки стираешь. Да. Поэтому вы себя позиционируете, как человек, который говорит, какие проблемы? Раз, два, три. И это позволяет вам вскочить на это сверху и прихлопнуть. И сказать, все, мое. Очень хороший вопрос. Вопрос вот этот вот. Что вы ожидаете от нового сотрудника в течение, ну, там, первые две недели? Это если контракт. А если постоянка, скажем, первые три месяца? В смысле, там, тест кейсов, тест автомэйши. Ну, что там в job description написано? Какие ваши ожидания вот на первое время? Вот, да? Этот вопрос является развитием предыдущего вот этого вот. Что, как вы видите идеального кандидата? Как вы выбираете человека? Ну, хорошо, вот вы выбрали. Этот человек, он, что вы от него ждете? Как вы будете судить? Он превзошел ожидания, он не дотягивает, он самое то, что надо. Вот, допустим, вы говорите, у вас тут тест кейсы надо писать. Через две недели, вот чего вы ждете в смысле тест кейсов? Что он напишет там 500 тест кейсов? Или он создаст какую-то структуру? Или он там, может быть, какой-то, я не знаю, софтвор там найдет, подберет, отконфигурирует, в котором будут писаться потом тест кейсы? Ну, вот что вы от него хотите? Вот как вы смотрите? Вы с удивлением увидите, что из там 10 позиций, которые прописаны в этом job description, там, может быть, я не знаю, там 8, они сдадут тут же, капитулируют, скажут, что это им не надо вообще. И это правда, job description так пишется, понимаете? Нельзя человека нанимать под job description, что job description пишется там на годы вперед. Вот если он с нами простоит там 5 лет, что бы мы хотели видеть? Но нанимают они вас сегодня, вы их спрашиваете, через две недели как будешь оценивать? Ну, так через две недели никакого значения не имеет, что там в этой job description. Должен быть адекватный чувак, чтобы работал, старался и чтобы приятный человек. Все. То есть, вы должны первое, быть в состоянии делать работу, это необходимо. И быть приятным человеком, это второе. Вот и все. Вот и все. Вот это то, за что нанимают. Десятый вопрос. What do you bring to the table? Ну, грубо говоря, так сказать, что ты приносишь к нашему общему столу? Последнее, что вы хотите ответить на этот вопрос, это то, что вы пишете тест-кейсы, что вы прошли курсы, что вы имеете образование там какое-то архитектурное и так далее. Этот вопрос обычно задается на достаточно высоком уровне. Вот, допустим, я разговаривал с командой, потом с менеджером, и дальше они хотят меня взять и формально, если, допустим, небольшая компания, со мной может побалакать там 15 минут президент или вице-президент. Я много работал в маленьких компаниях, вот там так происходит. Ну, а что им у вас спросить? Ну, вот, ребята, вы интервьюировали, говорят, нормальный чувак, но он должен на вас глянуть так. И говорят, ну, что, говорит, ты, вот, what do you bring to the table? Так, с чем пришел, как бы, да? И если вы говорите, я вот там это знаю, это знаю, он просто понимает, что это человек, который не понял вопрос. Не, ну, нормальный тест-кейс, то есть он как бы зациклен вот там на какой-то там QA-ной мелочевке, он к вам теряет интерес, говорит, ну, хорошо. Вот, значит, что на самом деле вас в этом смысле выделяло бы? Потому что это не вопрос о вашей способности технически выполнять работу. Эта способность уже проверена, иначе вы не попали к человеку, который вот такие вопросы задает. Здесь вы будете говорить о других вещах. Вы будете говорить о том, какие у вас профессиональные устремления, к чему вы стремитесь. То есть как вы, то есть вы как человек, как личность, да, что вы принесли, с чем вы пришли, вот это будет предметом разговора. Значит, давайте мы, ребята, сделаем так. Я сейчас отвечу на вопросы, если есть, а потом мы, конечно, я размахнулся, мы не успеем второй вопрос поднять сегодня, второй квиз. Я вам дам его тогда в качестве задания на дом, вот, а мы тогда в следующий раз к нему вернемся в понедельник, нет, во вторник, на следующей неделе мы тогда к нему вернемся. Давайте на вопросы посмотрим. Я задавал такой вопрос, мне сказали, это наше собственное мнение, вас оно не касается. Вы имели дело с людьми крайне низкого такого уровня развития, интеллектуального, нравственного. Их много, но, конечно, доминируют не они. Это просто вам сразу говорит, что вы имеете дело с людьми, которые не в состоянии ответить на простой вопрос. Они только задавать вопросы могут, и при этом у них такое ощущение, что они там вершители судеб там и так далее. Слава богу, если они вас не взяли на эту работу. Вот, правда, это просто как бы низкого пошиба публика. Вместо того, чтобы обрадоваться тому, что человек вот так, да, интересуется, значит, они вас просто послали. А такие, ну, что сказать, я не знаю. Расскажите про интервью с низким уровнем английского. А что, это очень просто. Ты приходишь туда и говоришь, ми рашен, ми тестер, ми джоб. И все. Они уже думают. Вот, так, какие основные... Сегодня к английскому требования на порядок выше, чем были там, скажем, 15-20 лет назад. Когда там, если в компании есть какой-нибудь русский, и там, говорит, ну, вот ты будешь с ним разговаривать. Там, сел в углу и с ним разговариваешь. Сегодня так нельзя. Если после курсов QA тестировал только на U-Test. Как быть с референсами по QA? Ну, насколько я понимаю U-Test, у них там есть страничка на каждого тестера, которым можно дать в качестве ссылки на страницу и сказать, вот, вот, пожалуйста, это у меня официальная страница. Про школьные проекты. Ну, вы говорите, вот школа, вот сайт, вот проекты. А что вы? Ну, вы же брали класс. Вот, поэтому, я не думаю, что кто-то сильно полезет там за референсами в школьных проектах. Но, что касается U-Test, то у вас есть, прекрасно, там, в U-Test есть ссылочка. Там все ваши проекты, все есть. Дальше, что? U-Test, во-первых, я бы U-Test не писал U-Test. Я бы U-Test писал Аплоз. У них теперь другое название. И, то есть, как бы, и U-Test есть, но вообще официальная компания называется Аплоз. И писал бы эти проекты, писал бы там с такого-то по такой-то, чтобы выглядело, как обычная нормальная работа. Дойдет до референсов, вот покажете. Кроме того, они же вам чеки присылали, правильно? Значит, вы можете в качестве Employment Verification показать вот эти вот пейстабы, которые у вас есть. То есть, все очень нормально. Так, нельзя шерить информацию оттуда. Я, честно, я не знаток U-Test. Но мне ребята говорили, что у каждого тестера есть своя страничка, где можно показать, что вот какие проекты он делал. Но, в конце концов, нельзя шерить, ну так распечатайте там, ну что делать? Если они вам не дают Employment Verification, значит, вы должны сами его взять или как? Верно ли, что основная масса Entry Level QA сейчас индусы? Это зависит сильно от географии. Но, действительно, очень много из Индии народу, которые переучиваются. Понимаете, почему они Entry Level? Потому что они переучиваются. Были инженерами-механиками, бухгалтерами, были учителями, были там кем-то. Приехали сюда, мужья у них программисты, получили разрешение на работу. Ну, что им еще делать? Вот они идут. У нас в школе тоже больше индусов, больше половины. Вот. Кто в City College, кто у нас, кто где? Люди массово переучиваются. Я не вижу в этом проблемы для вас лично. То ли считается за проект. Вы можете считать это за проект. Вы можете сказать, у меня был проект по usability testing. Можете считать это проектом. Конечно, мы писали баг-репорты. Мы не делаем это где-нибудь в GitHub, мы это делаем у нас на форуме. Но, в принципе, вы можете считать, можете написать проект. В резюме можете написать. Делал проект usability testing. Там accounting, там application какой-то. Толия, между прочим, это Oracle-овский проект. Это она тогда была, Толия. А сегодня она Oracle. Oracle купил Толию в 2011 году. Что говорит на телефонном интервью с рекрутером? Много звонков, приглашений на интервью мало. И это говорит только о том... Не, ну подождите. Там есть некоторая диагностика. Значит, диагностика такая. Значит, есть несколько этапов. Давайте мы поговорим. Это хороший вопрос. Значит, этапы. По-русски напишем. Этапы. И на каждом этапе происходит какая-то конвертация. Значит, этап первый. Резюме. Резюме. Вывесил, да. Вывесил. Там, отправил. То есть, каким-то образом вы о себе заявили. Следующий этап. Вам звонят. Звонки. Звонки от рекрутеров. Ну, допустим. Ну, условно. Допустим, условно. Вы вывесили тысячу. Вывесили и вас увидели. Отправили и вас увидели. Вот вас увидели там. Тысячу раз вас увидели где-то. Звонков у вас было, допустим, там сто. Хорошо. Звонки. Значит, следующий уровень конвертации. Звонки. Конвертируется в то, что вам говорят. Отправляю. Отправляю в компанию. Резюме ваше. Отправляю в компанию. От этого вот уровня очень многое зависит. Между звонком и отправкой в компанию. Вот это исключительно важный этап. Допустим, у вас все плохо. И у вас там 20 процентов. На 20 звонков, на 20 разговоров, которые вы проговорили. На 100 разговоров. Только 20 отправили вас в компанию. Хорошо. Дальше вам из компании звонят. Это называется, по-английски напишу, фон скрининг. Фон скрининг отличается от интервью тем, что задача фон скрининга, это не нанять человека, а понять, хотим ли мы пригласить его уже на интервью. Задача интервью, интервью может быть в скайпе, по телефону, как угодно. Но задача интервью, это нанять. Задача скрининга, это пригласить на интервью. Это предварительная стадия. Фон скрининг. Если вас отправили в 20 компаний, и допустим, вам там из пяти позвонили, ну, это уже не так плохо, кстати, будет. Дальше идет интервью. По-русски мы говорим, собеседование. Ну, пусть будет собеседование. Собеседование. Там как бы интервью другой смысл имеет. Ладно. Собеседование. Допустим, у вас с пяти скринингов вас пригласили на интервью, на собеседование. Пригласили там, допустим, два раза. Маловато получается. Ну, давайте сделаем. Пусть будет тут 30, пусть будет тут 10. А то как-то 10. Собеседование вас со скринингов пригласили там пять раз. И, допустим, джоп-офер вам дали. С пяти интервью, допустим, вам дали два джоп-офера. И вот вы пошли там выбирать какой. Значит, вы смотрите на вот эту картинку. Я не знаю, что у вас получилось. Понимаете? Потому что, вы говорите, звонков много, приглашений мало. Звонков много. Это исключительно сильный результат. Потому что есть, вы не представляете, сколько есть людей, которым никто вообще не звонит. То есть, вы уже в очень хорошей позиции. Значит, вам чего... Я не знаю, часто ли вам говорят, отправляю твое резюме в компанию. То есть, если вы сейчас напишите, я, как бы, может быть, точнее смогу сказать, вот, Юрий, да? И как там, как там с этим быть? Вот. Но, значит, где он тут у меня? Вот, Юрий Виноградов. Значит, существенный вопрос состоит в том, часто ли ему говорят, посылаю твое резюме куда-то. Вот я вижу, Юрий там печатает. Но пока не вижу его ответа. Если... Аналогичная ситуация, да. Значит, с рекрутерами надо уметь разговаривать. Часто посылают резюме. Молодец. То есть, это значит, что он с рекрутерами разговаривает хорошо. У нас есть полно ребят, которые там, допустим, с 10 разговоров 8 отправляют резюме в компанию. Если вас отправляют 3 из 10, это маловато. 5-6 уже ничего. 7-8 это уже вот, значит, вы здорово умеете разговаривать. С рекрутерами там такая тонкость. Они все время пристают. Они говорят, это знаешь, то знаешь, чего знаешь, вон то знаешь и так далее. Значит, сами-то они не понимают, о чем речь. Рекрутеры, которые понимают, о чем речь, работают не с начинающими. Они работают на уровне там senior level, management level, лиды. Там есть еще executive level, там президенты, вице-президенты там и так далее. Поэтому, значит, это не денежные люди. Они там как-то, листва сухая ветром несет, туда несет, сюда несет. Поэтому они вообще ничего не понимают. И ваша задача убедить их послать ваше резюме в компанию, менеджер. Потому что только менеджер знает, что из этих 10 позиций в job description действительно нужно. Потому что там из 10, может быть, 2 или 3 нужно, а 7 это мусор. Но рекрутер уже не понимает, что мусор. Обойти рекрутер. Рекрутер говорит, а это знаешь? Говорит, а как же? Это сколько лет у тебя? Так лет 5. Ты давай резюме посылай, мы там поговорим с менеджером, посмотрим. Вопрос же не в том, что я знаю. Я знаю. Достаточно ли им того, что я знаю? Я, кстати, неплохо интервью прохожу. Значит, бабки на подходе, да? Значит, отправляют. Вот это ваш разговор. Как только вы начинаете, я не знаю, но я могу выучить. Я такой fast learner там или еще что-то. Ну, то есть, слился сразу и все. И вону спустили. Все закончилось на этом. Поэтому в хорошем варианте на 100 звонков от рекрутеров у вас должно, если вы тут на местном рынке, грин карта есть, там все дела, вы должны были бы иметь, допустим, 7-8 отправок по компаниям. Теперь, значит, вот нам Юрий говорит, что он там скрининги не проходит. Значит, то есть, его отправляют в компанию. Следующий вопрос, на самом деле, это насколько часто бывают скрининги. Допустим, отправили там 30 резюме. В 30 компаний ушло резюме. Из скольких позвонили со скринингом? Понимаете, в каждой этой позиции вы можете кардинально улучшить вот эту пропорцию. Причем иногда это очень быстро происходит. Вот звонят тебе рекрутеры, и ты не знаешь, что сказать. Тебе говорят, сколько денег ты хочешь. Ты говоришь, э, ме, е, е, там, вот. И все, и кончился разговор с тобой. Понимаете? Не знает, сколько хочет. Там, ну, или начинает какую-то свою там труху нести, как будто все только живут, чтобы внихать в его труху. Неадекват. Все закончилось, пошли дальше. Не в том смысле, что он по жизни неадекват. Он в этой ситуации неадекватно реагирует. Поэтому там полно народу еще пошли дальше. На этой нише рынка полно народу. Значит, там, где народу мало, они будут с вами сюсюкать. Там, где нет, там нет. Поэтому каждый переход, каждая конвертация с уровня на уровень, вы можете драматически, так сказать, улучшить свои результаты, буквально. Ну, скажем, если вы поговорите с 10 рекрутерами, а это может произойти в один день, у вас уже, вы скажете, боже, они же спрашивают там 4-5 вопросов, и вопросы-то все одни и те же. Сколько денег ты хочешь? Как далеко ты готов ехать? Почему ты ищешь работу? Да, что случилось? Вот на этом уровне. Ну, там, знаешь это, знаешь что. Все. Так вы начинаете рассказывать по-другому. У вас уверенность в голосе появляется. Рекрутер чувствует себя более спокойно. Соответственно, повышается этот коэффициент, там, отправки ваших резюме по компаниям и так далее. Я знаю людей, которые за неделю из абсолютной руины превращались в героя вот этого, так сказать, рыночного процесса. Ну, просто практика нужна, немножко уверенности. То же самое с интервью. Вы были там на трех интервью, но после трех интервью уже же нет новых вопросов. Ну, что вас могут спросить на четвертом интервью, чего не спросили на первых трех? Ну, тут, конечно, есть шанс. Нельзя так уж категорично, но практически уже все же спросили. Ну, подготовься, тьё моё. Ну, то же самое фон-скрининг. Это 20-30 минут разговор. Они разговаривают с тобой по твоему резюме. Значит, все вопросы, которые спросили на фон-скрининге. Ну, так ты же практикуйся, чтобы когда в следующий раз позвонят с фон-скринингом, чтобы ты лучше звучал, больше деталей, больше уверенности. И пошло, и пошло. Вот, собственно, и всё. То есть, если человек не проходит скрининг, то у него уже несколько этапов пройдены очень успешно. Ему много звонят, его хорошо отправляют. Ему-таки звонят. Вы поймите правильно. Ему-таки звонят. Потому что бывает, что тебя отправляют, а менеджер говорит «Ах!» И не звонит. А ему же звонят. И вот в итоге-то, значит, ну, ему нужно теперь научиться вот эту часть делать, но это он уже много-много этапов-то прошёл. За какой период вы рассматриваете данные цифры? Как я понимаю, за весь период поиска. Ну, я за период, когда тысячу. Вот если вы за неделю тысячу, значит, будет за неделю. Если за год, будет за год. Я же начал. Я сказал, вот, допустим, тысяча. Ваши там тысячу раз ваш профайл где-то засветился. Либо вы мылом отправили, либо там на сайте форму заполнили, либо повесили ваше резюме рекрутера, смотрели. Ну, так. Это гипотетически так. Вот. Так, идём дальше. Это для начинающих. Понимаете, если бы там человек был уже матёрый, то он 10 резюме отправил, на следующей неделе 8 интервью и 6 офферов. Если матёрый. Ну, если ты начинающий, там другая статистика просто. Если случилось так, что компания, которая потенциально может пригласить на интервью, находится в другом городе или регионе, то как происходит сам процесс интервьюрирования? По скайпу, телефону? Или необходимо ехать к ним на место? Подразумевается, что соискатель готов к переезду. Ну, вас спросят, готовы ли к переезду. Что же с вами время тратить, если вы не готовы? Интервью может быть... Ну, вам могут сказать... Вот я в Северной Калифорнии. Мне могут сказать, приезжайте в Лос-Анджелес. Оно как бы недалеко тут. Ну, не знаю, там 7 часов на машине. Но люди там некоторые за ночь проскакивают, некоторые там на автобус садятся, некоторые самолётом час. По-разному. Но я могу сказать, знаете, ребят, давайте так, прежде чем я к вам поеду, давайте мы в скайпе поговорим, чтобы уже как бы было больше уверенности, что имеет смысл там меня таскать. Есть компании, которые говорят, приезжайте, мы вам оплачиваем. Ну, это компании побольше обычно, такие более классического плана. Они вам оплатят и перелёт туда-сюда, и проживание в гостинице там на одну ночь, пока вы там будете. Но это обычно связано с позициями более серьёзными. Это... Ну, как с ним работать? Понимаете? Он со мной сейчас торговаться будет. А сколько у вас есть ещё? А сколько у вас есть? Ну, вот, собственно, это проблемные люди, с ними тяжело работать. Они не понимают, на каком они свете. Дай им Бог здоровья, пусть они так потихонечку растут и всё такое, но ты ж не можешь с ним дело иметь. Какой максимальный срок пребывания кандидата на рынке считается нормальным рекрутерами и работодателями? Люди разные. Они могут находиться на рынке сколько угодно долго. Они могут быть более переборчивыми. Есть люди, которые год без работы, и они себя прекрасно чувствуют, у них деньги есть. На какую-то более низкую позицию они не согласны. И так далее, и так далее. Абсолютно любое нормальное. Но просто конкретный работодатель может к этому отнестись так или иначе. Рекрутеру всё равно. Всё упирается в вашу квалификацию, понимаете? И адекватность. Бывает, квалификации есть, адекватности нет. Ну тогда, если совсем уж редкая квалификация, уже хрен с ним, пусть будет неадекват. Понимаете? А куда деваться? Насколько полезен опыт в проектах open source для поиска работы в США? Ведь дело же не в том, платили вам деньги или не платили. Дело в том, что у вас есть опыт. Вы можете сесть и начать работать. Вот это оценивается. Если, работая в проектах open source, вы вышли на такой уровень, когда можете сесть и работать, это очень полезно. Если вы работали в Майкрософте, в Гугле, в Орокле и так далее, а работать не в состоянии, ну так вы не в состоянии хоть что в резюме напиши. Какую зарплату озвучивать? Ну, вообще озвучивать надо такую зарплату, на которую вы согласны. По минимуму. То есть, скажем, если вы согласны на 30 долларов, а меньше нет, вы говорите, меньше 30 не предлагают. Вы можете на самом деле, если уж вы с рекрутером разговариваете, вы можете сказать, чувак, я тут новенький, хотел бы, кстати, с тобой посоветоваться, сколько мне надо просить. И не спрашивайте одного, а спросите нескольких, там трех, четырех, пять спросить. Они любят, когда обращаются к их экспертизе. Им нравится. Они вам с удовольствием подскажут, что они. Почему возникает ситуация, когда не звонят? Либо мало звонков. Потому что они не видят вашего резюме? Они не видят вашего резюме, они не знают. То есть, вы думаете, что вы послали, а оно не пришло. Вы думаете, вы создали профайл на DICE, а его никто не видит? Я целыми днями борюсь с профайлами на DICE. Мне студенты говорят, я повесил резюме, создал профайл. Я иду смотреть, нету человека. Но вот что делать, если его нету? Он говорит, а я в Technical Support звоню. Он говорит, мы его видим. Я говорю, а я тебя не вижу. Или вот сегодня с утра был паренек из Лос-Анджелса. И я ему говорю, тебя видно, только если поиск идет по Калифорнии. Если я написал Калифорния, и тогда он отыскивается. А если я написал zip-код, в котором он живет, нету его там. Если я по всей стране ищу, по фамилии. Нету его там. То есть глючит не по-детски. Понимаете? Поэтому вот не звонят. Я же не вижу ваш профайл. Я же не вижу, что вы делаете. Если я посмотрю и скажу, ой, мама родная, так, конечно, вот тут починили. Вот и все. Хотелось бы уточнить, готов к переезду. Имеешь возможность переехать за свой счет. Снимать за свой счет. Или имеешь возможность просто переехать, а компания оплатит по возможности. Или какие вообще тонкости кроются. Ну, если вас компания берет на работу и говорит, мы оплатим переезд. Есть такое понятие. Бывает такое relocation. Они оплачивают relocation. Но задним числом вам никто не будет оплачивать relocation. Если вы приехали в Сан-Франциско, получили работу там где-то в местной компании и на интервью пришли, а кто же вам будет оплачивать relocation, когда вы уже тут? Читал про печальный опыт оценки работников, исходя из их заработанных баллов и связанных с этим интригой. Скажите, пожалуйста, что вы в этом думаете? Идиотов всюду полно. Это происходит в больших компаниях, это происходит там, где люди оторваны от результатов работы, там, где всякие формы. А мы это видели в Советском Союзе сколько хочешь. Вот бюрократия, чиновничество, оторванность человека от результата. Да не работай ты в этой помойке, но что ты там работаешь, сидишь. Помойки хочешь? Вот тебе помойка. Вот и все. Помойка существует. Выложить презентацию для последнего урока. Сделаем, сделаем. Удаленная работа на АПЛОС, U-Test. Рассматриваясь как американский опыт. Она рассматривается как какой-то опыт. Не так важно, был ли опыт американским. Но это же опыт на американских проектах. Ведь вы же там работали на американских заказчиков. Да, там, может быть, и Google, и там какой-нибудь, я не знаю, и YouTube, и Yahoo, и там кто угодно. Там же заказчики-то все американские. Насчет рассматриваться. Каждый человек, который рассматривает, он как-то рассматривает. Это не суть важно. Вы могли работать, скажем, в Голландии, и у вас замечательный опыт. Это совершенно не так важно, чтобы была эта Голландия, там, Бельгия, или, например, там, я не знаю, Канада. Но если опыт есть. Если компания X интервьюировала меня и не взяла, а через полгода я, набравшись опыта, снова оплачусь на эту позицию, то компания будет меня рассматривать. Или да, или нет. Но если опыт у человека появился, значит, это уже другой человек. Вы могли им не понравиться чем-то сразу, и они не будут вас рассматривать. Просто потому, что вы уже не понравились. Но если компания большая, если им одна бригада, другая бригада, тут менеджер, там менеджер, за эти полгода там половина их не осталось, и так далее. Ради бога. Но вы не должны завязываться на компанию. Ну что такое, за монета такая? Вот эта компания. Да плевать вам на компанию. Вы один. А компаний много. А вы один. Понимаете? Какая статистика по студентам, по трудоустройству? Ну вы можете же, это же просто. Вот вы идете на там, partnob.com. Мы же лицензированная школа. Мы отчитываемся каждый год. Вот пришли, и вот прямо сразу. Это должно быть сразу. Мы обязаны сразу. Вот performance fact sheet. Пойдите туда, почитайте. Там все. И там за последние два года статистика там и так далее. Безусловно, во всякой формальной статистике есть масса деталей. То есть, если бы вы знали все детали, может быть, вы бы и не стали интересоваться статистикой. В силу того, что это не то, что вы думали. Но она есть. Статистика есть. Как что я могу сказать? Я не стану вам говорить ничего за пределами официальной статистики. Хотя я считаю, что наша реальная намного лучше. Но это отдельный разговор. Что лучше? Бодишоп такой, как ИПАМ. Или маленькая компания, которая работает на местный рынок. Или стартап. А куда возьмут, туда идите. Когда вы уже станете переборчивым, тогда будете выбирать. А пока нет, вы будете выбирать. Берете, что дают. Я вообще бы даже не задумывался. В смысле пользы для профессионального роста не имеет значения. Имеет значение проект, на котором вы работаете. И люди вокруг вас. У кого можно там чему-нибудь научиться хорошему в жизни. Хорошо. Значит, ребята, мы движемся на... Этот самый... Мы движемся вот сюда. Значит, поиск работы в США. Это значит, был один у нас урок. А второй урок у нас будет во вторник. И вы тогда к этому второму уроку поработаете над вот этим вот ТАФ Интервью Квестчинс. Вопросником, да? А я ссылочку туда дам. Значит, вот ТАФ Интервью Квестчинс. Это то, что мы будем обсуждать. Можете сейчас гуглить все, что хотите. И там как угодно. Чем больше вы активизируете свое сознание, тем точнее попадет туда то, что я хочу вам рассказать. Все тогда. То есть мы компенсируем уроком по поиску работы тот урок, который у нас слопался между Аджайлом и Continuous Integration. То есть я думал, там будет два, а там был один. А здесь у нас будет не один, а два. Хорошо? Все, ребята. Я, значит, по традиции, я сначала закрываю нашу сессию в вебинаре. Так. Так. Вот те, кто у нас в прямом эфире, те видят, как это происходит. Вот я говорю Convert Recording. Сейчас начнет делаться вот это вот видео. А вам это видео там не нужно. У вас все и так хорошо. Значит, все записалось. Я прощаюсь с теми, кто у нас на канале Портнов Блог. Ой, как вас там немного-то. 72 человека. Вот. И мы расстаемся до вторника на следующей неделе. Как вам дащиться дащи? То есть вырастет. Альфарь. Продолжение следует...